Как защитить отечественного производителя и могут ли наши товары достойно конкурировать с иностранными? На эти вопросы постараемся ответить в программе «Капитал». Здравствуйте, меня зовут Станислав Стоянов. Сегодня разговор об импортозамещении, каковы его плюсы и минусы, что подсказывает опыт других стран и как замена иностранных товаров отечественными может быть реализована в Приднестровье. Приднестровье. Начали поддерживать отечественного производителя. Приняты меры по ограничению ввоза куриного мяса и рыбы. Все эти действия направлены на замену иностранных продуктов теми, которые производятся в нашем государстве. Заменить импортные товары, то есть те, которые завозятся из-за пределов республики, отечественными. Эти действия называют импортозамещением. Сейчас этот термин популярен в России. Там из-за санкций был принят ряд мер, направленных на ограничение ввоза в страну иностранных продуктов. Эксперты считают, что импортозамещение может позволить устранить кризисные явления в экономике. Например, создать новые внутренние производства. В первую очередь, создание внутренних производств должно быть направлено на обеспечение занятости населения, на увеличение налогооблагаемой базы, на увеличение поступления налоговых платежей в бюджет и также на обеспечение продуктами питания населения республики, то есть продуктами питания отечественного производства. Это важный элемент национального благосостояния. Речь идет о продовольственной безопасности, которая позволяет производить в стране необходимое количество продуктов питания. Правительство уже определило, какие отрасли получат поддержку в достижении этой цели. В первую очередь, приоритетами являются отрасли животноводства, птицеводства в том числе, овощеводства. То есть это приоритеты, которые на сегодняшний день государством обозначены в развитии сферы сельского хозяйства. Для замещения импорта национальными товарами часто используют таможенно-заградительные пошлины. Такое регулирование используется для защиты своего рынка многими странами. Приднестровье – не исключение. В сентябре прошлого года президент подписал два указа. Один из них устанавливал сезонную таможенную пошлину на курятину. Если в первом квартале 2014 года данные ставки составляли на мясо курицы свежее 10%, но не менее 10 центов за килограмм, а на замороженное мясо 15%, но не менее 10 центов за килограмм, в четвертом квартале 2014 года указом президента была введена сезонная пошлина, которая установила следующие ставки. На мясо курицы свежее в размере 10%, но не менее 1,5 долларов за килограмм, на мясо замороженное 15%, но не менее 1,5 доллара за килограмм. Кроме того, в прошлом году был изменен порядок ввоза такой продукции физическими лицами. Так можно завозить в Приднестровье для отличного пользования до 3 килограммов свежего, охлажденного и замороженного мяса. Для коммерческих целей физическим лицам запретили ввозить замороженную продукцию. Такая тарифная политика отразилась на объемах ввоза курятины. За январь 2015 года по сравнению с январем 2014 года общий объем курятины снизился на 93%. Из них свежая курятина спад произошел на 65%. 75% куриных окорочков, которые поставлялись на прилавки наших магазинов в последние годы, были из США. На втором и третьем местах Венгрия и Бразилия соответственно. Помимо защиты собственного производителя возникают вопросы и к качеству этого продукта. Например, в завезенных в Россию американских куриных окорочках обнаружили повышенное содержание гормонов и хлора. Тарифные изменения коснулись еще не менее важной категории товаров, такой как рыбы. В 2014 году ставки не претерпевали значительных изменений, но с января 2015 года они также были повышены. Однако, по предложению правительства, изначально повышенные ставки на рыбу были понижены. Сейчас, по данным таможенного комитета, только за 4 дня февраля в Приднестровье завезли половину общего объема рыбы, которую импортировали за весь январь. В основном это морская рыба. В то же время государство продолжит реализацию мер, которые направлены на поддержку отечественного производителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова